В 2009 году на авиасалоне «Айдекс-2009» в Абу-Даби была впервые представлена двухступенчатая ракета «Гермес», применяемая по надземным целям с вертолета. Одновременно был продемонстрирован плакат с наземным вариантом применения «Гермеса», который наделал много шума среди журналистов. Главным объектом этого шума была ракета, способная с точностью до 1 метра поражать объект, находящийся от нее на расстоянии в 100 километров. Уникальность ракеты заключается в установленной на ней оригинальной инерциальной системе наведения, способной довести ракету до зоны действия ее головок самонаведения, В которых на ракете может устанавливаться три разновидности – полуактивная лазерная и две активных. Радиолокационная и инфракрасная, которые работают по принципу «запустил и забыл». Ракета снабжена боевой частью весом 29 килограммов. Авиационный комплекс «Гермес» с 2015 года успешно применяется в Сирии по бронетехнике и живой силе, выступающей против законного правительства. При этом применяются ракеты без разгонного блока, работающие на расстоянии до 20 километров, потому что радары К-52, несущие ракеты, работают максимально до 30 километров. С наземным же комплексом «Гермеса» возникли проблемы. Радар, который должен был находить цели и давать цели указаниям боевым машинам, мог обнаружить надземные цели максимально в 10 километров, и то на открытой местности, а применять для комплекса космическую разведку или использовать летающий локатор А-50 очень накладно. Все изменилось в 2014 году, когда был разработан средневысотный разведывательный беспилотник «Форпост», с установленным на нем радаром, который способен был обнаружить координаты даже самых замаскированных целей. Появилась новая схема применения комплекса «Гермес» с поиском цели при помощи беспилотников и применением навигации системы «ГЛОНАСС» до момента самонаведения ракеты. Ракеты с лазерной головкой наведения также начали наводиться с помощью лазера, установленного на БПЛА. Благодаря вновь разработанному ракетному топливу, была разработана новая ракета «Клевок-2Д», способная нести боевую часть весом 57 кг на расстоянии в 100 км со скоростью более 1,6 км в секунду и недоступной для ПВО противника. Для ракеты «Клевок-2» была разработана универсальная пусковая установка, которая может быть установлена на любое колесное или гусеничное шасси, на любой военный корабль или другое укрепленное сооружение. На базе ракеты «Гермеса» разработан также ПТРК «Гермес» с дальностью действия до 10 км, а также мобильный комплекс со встроенным тепловизором для наведения ракет с инфракрасной головкой, который может быть установлен на любую необорудованную машину. В настоящее время сами наземные комплексы «Гермес-2» проходят испытания в ближнем приграничье.